Если усадьба Кротков, которую я рассказывал в первом выпуске, я когда-то был, второпоследующее место я знаю только по наслышке. Сразу за селом Кротково мы ушли направо и по грунтовке, форсировав небольшую речку, направились к лесу. Мы сейчас находимся почти на самой границе Самарской области. И все-таки эта область Ульяновская. Где-то здесь, там дальше в лесу, говорят, есть какие-то скалы, камни. Даже местные жители точно не могут указать место. Просто говорят, иногда находим их, когда ходим за грибами. Попробуем, может, нам повезет сегодня. Березовый лес встретил нас своей неброской, но по-особенному русской красотой. Пение птиц, цветы, запахи свежей листвы, теплая погода. Все дурманило и радовало. Не знаю, что подразумевалось под скалами, но какую-то горку мы впереди уже видим. Но добраться до нее придется не так-то просто. Суть по всему, в овраге течет довольно серьезная речка. Спускаемся вниз по довольно крутому оврагу и выходим к небольшому ручью. Шумит он значительно сильнее, чем выглядит. Место здесь, конечно, очень симпатичное. Но вот все-таки обилие камней здесь как-то не наблюдается. Встречаются некоторые камушки, но, увы, не то, что хотелось бы. Впрочем, сейчас попробуем забраться на горку и посмотреть с горы. Может, оттуда что-то увидим. Перебравшись через ручей, мы направляемся в гору. Она оказалась не такой уж и маленькой. Пришлось немножко попотеть, но вид отсюда стоил того. Фантастический березовый лес с одной стороны и холмы со столетними дубами с другой. Внизу шумит извилистая речка. Как представлю, как здесь будет сказочно золотой осенью, так хочется приехать сюда еще один раз. Скал, как таковых, мы так и не нашли. И с этой горы смотрим, их тоже нет. Но вид здесь действительно замечательный. И вообще место сказочное. Вы посмотрите, вокруг даже столетние дубы стоят. Красотища. Такого белоснежного смешанного леса я не видел уже давным-давно. Тем более у нас в Ульяновской области. Нас ждал непростое возвращение. Вновь форсирую речку и склоны Березового оврага. Ожидаемых скал мы так и не нашли. Может информация была неверной. А может мы и не дошли до того нужного места. В любом случае я еще раз приеду сюда, чтобы насладиться тишиной и лесом. А там кто знает. Может и найду я еще потерянные скалы. Что ж, продолжим свой маршрут дальше. В надежде, что нам повезет больше. Субтитры создавал DimaTorzok